МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двадцатые годы двадцатого века. Россия постепенно оправляется от шока революции и послевоенной разрухи. Возрождается промышленность. Заново формируется структура народного хозяйства. Набирается силы и опыта Красная Армия. Стране нужны автомобили. Много автомобилей. Современных автомобилей. Времена ремонтных мастерских и штучного производства заканчиваются. Впереди эпоха великой моторизации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимательный зритель заметил. Если не принимать в расчет броневики, то в первой серии мы не рассказали ни об одном специальном военном автомобиле. Это не наше упущение, это отражение реального положения вещей. Российская, а затем и Красная Армия долгое время использовали такие же машины, что и гражданские ведомства. Самый популярный в те годы грузовик ОМО-Ф-15 можно было с равной вероятностью встретить на параде, войсковых учениях или сельских угодьях. А также в обличии 14-местного городского автобуса, пожарной линейки или скорой медицинской помощи МОЗ-здравотдела. Но если для мирных надобностей этот уже далеко не юный грузовик худо-бедно подходил, то для оборонных нужд требовались более прогрессивные конструкции. Тут самое время вспомнить о профессоре автомобильных наук Николае Бриллинге. В 1930 году его арестовывают за причастность к так называемой промпартии. Это громкое политическое дело было возбуждено против видных представителей научно-технической элиты, осмелившихся усомниться в большевистских догмах. Бриллинг отстраняется от работы в НАМИ и отправляется в исправительно-трудовые лагеря. Но не валить Архангельский лес или рыть Беломорканал, а проектировать советский дизель. В шарашке ОГПУ под неусыпным контролем охранников создавалась оригинальная силовая установка. Легкая, экономичная, тяговитая. Соответствующая требованиям Красной Армии в массовом порядке переходящей с гужевой тяги на автомобильную. Мотору дали имя Каджу. Поясним, это сокращение от Коба Джугашвили. Так звучали партийная кличка и фамилия человека всемирно известного под псевдонимом Сталина. Каджу имел 6 цилиндров, 10 литров рабочего объема и после доработки развивал мощность 110 лошадиных сил. Летом 1934 года два опытных грузовика с этими двигателями приняли участие в международном испытательном пробеге Москва-Тифлис-Москва. Его целью был выбор оптимального дизеля для советских грузовиков. На роль поставщиков претендовали 15 моторных ферм из 8 стран мира. От престижных эмблем рябило в глазах. Ман, Сауэ, Бюссинг. Ярославские пятитонки с дизелями Каджу на отлично выдержали трудный экзамен. Приведем лишь одну цифру. Двигатель Бриллинга разгонял грузовик Я-5 до скорости в половину больше, чем импортные моторы. Но советская промышленность не была готова к производству весьма сложного, хотя и крайне необходимого изделия. Самое удивительное, что по итогам испытательного пробега для производства в СССР вообще не был выбран ни один дизель. В то же время управление механизацией и моторизацией Красной Армии имело на Ярославской пятитонке самые серьезные виды. Автостроители старались оправдать доверие. Только за 30-й год в Ярославле выпустили 839 машин. Для справки. Ведущие европейские фирмы Магирус или Бенц больше четырех сотен машин в год не производили. Но применение ярославцев в армии сдерживало их низкая тяговая вооруженность при огромном расходе топлива. В 1931 году предпринимается первая попытка построить специализированный армейский грузовик. Трехосный тяжеловоз Яг-10 был рассчитан на полезную нагрузку в 8 тонн. Это позволяло, например, монтировать в его кузове 70-мм зенитную пушку. Новинка вызвала острый интерес у наркома по военным и морским делам Клима Ворошилова. С его благословения производство запустили перспективную, хотя еще и недоработанную конструкцию, к тому же основанную на импортных узлах и деталях. Сложнее всего дело обстояло с двигателями. Их всеми правдами и неправдами привозили из Америки. Известен факт, когда уважаемая организация Азовнефть закупила несколько десятков моторов для Яг-10 под видом бурового оборудования. Грузовой автомобиль Яг-10. Года выпуска 1931-1940. Грузоподъемность 8000 килограммов. Мощность двигателя 93 лошадиных силы. Максимальная скорость 42 километра в час. Количество экземпляров 333. Самым выдающимся, как и самым безызвестным, тяжелым советским грузовиком 30-х годов стал Яг-12. Все его четыре оси были ведущими. Подобная колесная формула, позднее ее назовут 8 на 8, получат широкое распространение лишь спустя четверть века. Вездеход перевозил до 12 тонн груза, преодолевал полутораметровые рвы и сходу брал крутые подъемы. Но мудреную конструкцию с массой карданных передач Ярославский автозавод освоить не смог. Яг-12 существовал в единственном экземпляре и закончил свою жизнь в безвестной эндской части. На этом история тяжелых армейских автомобилей прерывается почти на полтора десятилетия. В самом конце 20-х годов начинается кардинальная перестройка завода ОМО. Проблема была не столько в старых цеховых корпусах, сколько в идеологии производства. Стапельный метод сборки не обеспечивал массовый выпуск продукции. Развитые промышленные страны к тому времени перешли на конвейерную технологию, позволявшую производить десятки тысяч машин в год. Собственных разработок, готовых встать на поток в СССР, на тот момент не было. Рассчитывать приходилось на приобретение иностранной конструкторской документации, технологии и станочного парка. В середине 20-х годов устойчивые экономические связи наладились между Советским Союзом и Германией. Не секрет, что немецкие фирмы производили на территории нашей страны самолеты и боеприпасы. Передавали в СССР чертежи авиамоторов, бронемашин и противотанковых орудий. Почему бы не воспользоваться богатым опытом Германии в производстве автомобилей? Этого не произошло. Весьма совершенные и прогрессивные немецкие конструкции были слишком сложными и дорогими в производстве. Зато американская концепция массового дешевого автомобиля оказалась для Советского Союза гораздо реалистичнее. Кроме того, в Красной Армии уже эксплуатировались заокеанские машины. Например, трехосный Мореланд, оснащенный 76-мм полковой пушкой. В качестве аналога нового ОМО выбрали грузовик американской фирмы «Отокар». Почему были отвергнуты именитые «Шевроле», «Студебекеры» или «Уайды»? Возможно, из-за более выгодных коммерческих условий. Есть и другое объяснение. «Отокар» собирался из комплектующих элементов нескольких производителей. Мотор от «Геркулеса», мосты от «Тимкина», тормоза от «Локхеда». Функционеры «Госавтотреста» решили, если вдруг возникнут проблемы с генеральным поставщиком, мы сумеем сепаратно договориться с субподрядчиками. Новый советский грузовик получил индекс ОМО-2. Грузовой автомобиль ОМО-2. Года выпуска 1930-1931. Грузоподъемность 2500 килограммов. Мощность двигателя 60 лошадиных сил. Максимальная скорость 52 километра в час. Количество экземпляров 1715. ОМО-2 можно опознать по вертикальной эмблеме на облицовке радиатора. Унаследованное от «Отокара» цельное лобовое стекло по технологическим соображениям заменили на составное, разделенное вертикальной стойкой. Боковые окна кабины прикрывали брезентовые шторки с целлулуидными вставками. Впервые в истории нашей страны, к слову, грузовик, можно было добавить эпитет массовый. ОМО-3 получил большую овальную эмблему на радиаторе. Изменился профиль передних крыльев и крепление фар. С территории завода ежедневно уходили железнодорожные составы с новыми грузовиками. Какие из них направлялись в народное хозяйство, какие в Красную армию отличить было невозможно. Вся продукция окрашивалась в защитный зеленый цвет. Крамированный передний бампер устанавливали лишь на машинах участниках агитационных автопробегов. Но воодушевление народных масс было вторичной задачей. На первом месте стоял анализ достоинств и недостатков зарубежной конструкции. И этот анализ показал, машину следует существенно перерабатывать. Многие просчеты и ошибки конструкторов фирмы «Атакар» выявились именно в суровых условиях российской эксплуатации. Практически все комплектующие узлы и детали постепенно стали, как сейчас говорят, локализованными, то есть отечественного изготовления. Мощность мотора за счет увеличения его объема возросла до 66 лошадок. С точки зрения американских инженеров, их советские коллеги совершили кощунство. Перевели двигатель на низкокачественное горючее. Даже залитый в бак керосин не вызывал реакции отторжения. Мотор дымил, но работал. Наибольшая тяга двигателя развивалась практически на холостом ходу. Это значило, что машина могла долго и упорно ехать по безнадежной распутице со скоростью пешехода. Не обладая конструктивными признаками вездехода, этот грузовик мог соответствовать самым сложным дорожным условиям. Экзаменом назрелость для АМО-3 стал исторический пробег 1933 года. Благодаря киносъемкам знаменитого оператора Романа Кармена, мы можем почувствовать атмосферу экспедиции протяженностью 9 тысяч километров. По всему маршруту пробега дороги оставляли желать лучшего. Они имели мало общего с американскими хайвэями, под которые проектировались заокеанские предки АМО. Вряд ли американские прототипы выдержали бы подобные тест-драйвы. Возможно, для нашего современника подобный героизм выглядит нерациональным. Ради чего так мучить и себя, и машины? Объяснение простое и жесткое. В стране Советов и Красной Армии подходили лишь самые неприхотливые и живучие автомобили. А это можно было проверить только в запредельно экстремальных условиях. Патетику и драматизм Каракумского пробега мастерски воссоздали в 1969 году советские кинематографисты. Конечно, в художественном фильме «Директор» можно отыскать множество исторических неточностей и технических погрешностей. Но профессиональная режиссерская и операторская работа заставляют забыть об условностях экранного действия. Актер Николай Губенко талантливо создал в этом фильме собирательный образ директора автозавода. Наиболее близкий прототип – Иван Лихачев, возглавлявший в те годы АМО. В 1933 году московский грузовик меняет имя. В соответствии с традициями времени предприятие, а вслед за ним и его продукция, получает аббревиатуру «ЗИС» – завод имени Сталина. Официально машина именовалась «ЗИС-5». Водители по-свойски звали ее «Захаром», а бывало и «Захар Ивановичем». Именно эта машина поставила на колесный ход Красную Армию. Прежде всего, благодаря предельной простоте в изготовлении, эксплуатации и ремонте. «ЗИС-5» состоял практически из трех видов материалов – чугуна, низколлегированной стали и дерева. От гидравлического привода тормозов отказались в пользу более надежного механического. До предела сократилось количество деталей в подвеске и трансмиссии. Угловатая кабина обивалась жестью и вручную окрашивалась масляной краской. «ЗИС-5» можно было разобрать и собрать буквально на коленках. Регресс – нет. Прагматичная оценка среды обитания, в которой предстояло работать грузовику – все лишнее долой. Зато жизненно важным параметрам автомобиля уделили самое пристальное внимание. Мощность мотора подняли до 73 сил, а грузоподъемность – до трех тонн. Принятая на военную службу бортовая трехтонка перевозила в кузове по 24 красноармейца. Без особых удобств, конечно. Но по сравнению с пешими марш-бросками поездка на жестких деревянных лавках казалась пехотинцам верхом комфорта. Грузовой автомобиль «ЗИС-5». Года выпуска – 1933-1942. Грузоподъемность – 3000 килограммов. Мощность двигателя – 73 лошадиных силы. Максимальная скорость – 60 километров в час. Количество экземпляров в Красной Армии на 20 июня 1941 года – 104 200. В середине 30-х годов ЗИСовская номенклатура расширилась. Удлиненные шасси ЗИС-12 использовались для монтажа прожекторов противовоздушной обороны и 20-мм зенитных пушек. Трехосный ЗИС-6 применялся в качестве транспортной машины общего назначения и тягача артиллерийских орудий. На его шасси монтировали автокраны и походные мастерские. Два задних ведущих моста, оснащенных понижающим редуктором, существенно улучшали проходимость автомобиля. Кроме того, пара дополнительных сдвоенных шин снижала давление машины на грунт. Там, где двухосный грузовик увязал по самые ступицы, трехосный продолжал уверенно двигаться вперед. За это приходилось расплачиваться увеличением расхода горючего и падением максимальной скорости. Но доведение грузоподъемности до 4 тонн и терпимость машины к бездорожью с лихвой компенсировали эти недостатки. Довольно часто в кинохронике того времени попадаются армейские спецмашины на базе 6-го ЗИСа. Вот фрагмент учебного фильма «Тыл танкового батальона». Конечно, следует сделать поправку на кино. Слишком слаженно и четко все происходит в кадре. Даже с нештатными ситуациями герои фильма справляются легко и непринужденно. С другой стороны, это кинолента для служебного пользования, снятая по армейскому заказу. То есть и количество автомобильной техники на экране, и ее назначение соответствуют нормативам и уставам. Отсюда вывод. Автомобилизация Красной Армии развивалась достаточно успешно. И все же специальных машин на базе ЗИСов не хватало. Так, например, укомплектованность танковых частей, масла и топлива заправщиками не превышала трети потребного количества. Тяжелые Яги, средне-тоннажные ЗИСы. Красной Армии требовался еще один, более легкий, типа размер массового грузовика. С грузоподъемностью в полторы тонны. Выпуск таких автомобилей начался в 1928 году на площадях небольшого сормовского завода «Красный гудок». Первые сотни машин в точности повторяли «Форд-модели 2А». Их собирали из американских узлов. Это не только не скрывалось, но и всячески подчеркивалось. Фордовская продукция имела в те годы высочайший рейтинг. Каждая вторая машина в мире несла на своем радиаторе овал с четырьмя каллиграфически выведенными буквами. Вслед за двухосными грузовиками налаживается выпуск трехосных «Форд Тимкин». Вот кадры их торжественной передачи армейским приемщикам. Время – ноябрь 31-го года. Место – Москва, Красная площадь. Спустя некоторое время эмблема «Форд» на радиаторе уступила место буквам НАЗА – Нижегородский автомобильный завод. Привычное для нас сокращение «ГАЗ» появилось в 1932 году, когда городу на слиянии Аки и Волги присвоили имя пролетарского писателя Максима Горького. К этому времени уже был запущен огромный автомобильный завод полного цикла. На его строительство ушло всего 18 месяцев. Нереально короткий срок. Здесь было все. Литье и ковка, производство моторов и штамповка наружных панелей. По динамике выпуска советский «Форд» превзошел «Форд» Детройтский. Спустя всего три года и три месяца после запуска завода с его конвейера сошла стотысячная машина. Но это была не полуторка, а легковой автомобиль. Дело в том, что на Горьковском автозаводе параллельно с грузовиками запустили в серию четырехместные «Фаэтоны» «ГАЗ-А». На протяжении десятка лет они широко использовались в качестве штабных машин для командиров среднего звена. Большой дорожный просвет, неприхотливый двигатель, открытый кузов с тентом. Все это делало «ГАЗ-А» вполне пригодным для тягот и лишений армейской службы. В ГАЗ-А воплотили много новшеств, непривычных для российских автомобилистов. Прежде всего, амортизаторы. Крыльчатка, связанная через систему рычагов с подвеской колес, продавливала вязкое масло через узкие калиброванные зазоры. За счет этого гасилась раскачка кузова в хабах и улучшалась управляемость машины. Второе существенное изменение – триплексное лобовое окно. Два слоя стекла склеивались прозрачной эластичной пленкой. При ударе такой сэндвич не разлетался на острые осколки, а лишь покрывался паутиной трещины. На базе ГАЗ-А строились цельнометаллические седаны, санитарные фургоны, автомобили специального назначения. Вы видите редкие кадры. Группу парашютистов подвозят к самолету. Сейчас десантники займут место внутри, а машину закрепят на внешней подвеске. Подобные эксперименты по организации аэромобильных войск с переменным успехом проводились в середине 30-х годов. Для перевозки малогабаритных грузов применялись ГАЗ-4, грузоподъемностью 500 килограммов. В кузове имелись две лавки на шесть посадочных мест. Таких грузовичков построили более 10,5 тысяч. Значительная их часть поступила в Красную армию и военно-воздушные силы. Именно авиационные версии ГАЗ-4, оснащенные зенитными пулеметами, проходят сейчас с четким строем по Красной площади. И все же основной объем производства Горьковского автозавода пришелся на полуторку ГАЗ-2А. От исходного фордовского прототипа ее отличало множество больших и малых изменений. Это касалось и внешнего вида, и внутренних узлов машины. Так же, как и московский ЗИС-5, этот грузовик прошел сложный путь адаптации к условиям российского бытия, став при этом сильнее, надежнее, технологичнее. В конце второй пятилетки, это был 1937 год, ГАЗ производил около 70% всех выпускаемых в СССР автомобилей. Голжские грузовики составляли более половины автопарка Красной армии. Главной их задачей была перевозка личного состава. Грузовой автомобиль ГАЗ-2А. Года выпуска 1932-1941. Грузоподъемность 1500 килограммов. Мощность двигателя 40, позднее 50 лошадиных сил. Максимальная скорость 70 километров в час. Количество экземпляров в Красной армии на 20 июня 1941 года 151 100. Горьковские машины, так же как и московский АМО-3, прошли огонь водою медные трубы Каракумского пробега. Особый интерес представлял фаэтон ГАЗ-А на сверхбаллонах, шинах низкого давления. Они катили по сыпучим грунтам, как по твердому асфальту. Машины на стандартных колесах то и дело становились ручным багажом, а оснащенный чудо-колесами ГАЗ-А легко проносился по барханам и зыбучим пескам. Уникальный опыт надолго остался невостребованным. Широкопрофильные шины с регулированием давления получат распространение на военных автомобилях только в конце 40-х годов. Чтобы закрыть пустынную тему, расскажем еще про одну необычную машину. Созданный в научном автомоторном институте НАТИ-2, служил ходовой лабораторией. На нем отрабатывались различные варианты резиновых движителей. Сравнительные испытания показали, что советская машина во многом превосходит законодателя полугусеничной моды французский Ситроен. Он оснащался гусеницей уже известного нам Адольфа Кегриса, эмигрировавшего после революции во Францию. Там, где француз терял ход, НАТИ уверенно печатал на песке оттиск своих широких протекторов. Подобные исследования проводились по заказу оборонного ведомства. К середине 30-х годов стало очевидно, армия не может довольствоваться лишь автомобилями двойного назначения. Но одно дело – потребность, а другое – возможность. ЗИС-5 и ГАЗ-2А. Примерно в равных долях эти грузовики надолго стали костяком автопарка Красной Армии. Две машины достаточно легко спутать, особенно если они быстро проскакивают в кадрах кинохроники или художественных кинофильмах прошлых лет. Оно и понятно. ЗИС и ГАЗ принадлежали к общей американской школе автостроения. Для нее было характерно широкое использование идентичных конструкций и схожих внешних видов. Вот несколько визуальных отличий двух грузовиков. ЗИС заметно крупнее ГАЗа. Это хорошо видно, когда они стоят рядом. Лобовое стекло у трехтонки разделено на две секции. У полуторки оно сплошное. Передняя подвеска ЗИСа выполнена на двух продольных рессорах. ГАЗа – на одной поперечной. В дисках колес московской машины сделаны два небольших окна. Горьковской – пять больших. А еще у ГАЗ-2А, в отличие от ЗИС-5, имелся передний бампер. Этих знаний вполне достаточно, чтобы с уверенностью эксперта пояснять друзьям. Вот это на экране промчался газон. А там Захар Иванович по проселку пропылил. В 1934 году управление моторизацией и механизацией Красной Армии преобразуется в автобронетанковое управление. Советские военные теоретики рассматривали автомобиль как основное средство моторизации пехоты. Отныне она должна была действовать в тесном взаимодействии с танковыми войсками. Правда, пока речь шла лишь о подвозе солдат к линии фронта. В бой они по-прежнему шли в пешем порядке. В сухую строку устава вписаны нормативы перевозки личного состава. Стрелковый батальон надлежало перевозить автотранспортом на расстоянии не менее 15 километров, а полк на все 30. Благодаря военным транспортным автомобилям в Красной Армии появляется новый тип артсистем – буксируемый. Такие орудия имели автомобильные пневматические колеса и рессоры, благодаря чему транспортировались тягачами на достаточно высокой скорости. Определены нормы пробега автомобилей до капремонта. Например, у ЗИС-5 она составляла 70 тысяч километров, а вот у ГАЗ-2А вдвое меньше. Подготовке военных водителей, а главное – контролю их службы, уделяется пристальное внимание. Вот один из нормативных документов середины 30-х годов. Его надлежало наклеивать на картон, покрывать лаком и крепить к лобовому стеклу. Инструкция водителю. Нельзя из грузовика делать гоночную машину. Нельзя заставлять двигатель работать, если он стучит или дает вообще какие-то посторонние звуки. Нельзя ехать на спущенной шине. Нельзя ехать ночью без огней. Если лампочка фары испортилась, необходимо послать к диспетчеру за новой. И, наконец, нельзя бояться спрашивать указаний. Всего три десятка различных нельзя. Стилистика изложения может показаться наивной, зато обеспечивалась абсолютная доходчивость запретов. К середине 30-х годов Красная Армия располагала примерно 35 тысячами автомобилей. Это было соизмеримо с армиями крупных европейских стран. Завод имени Сталина сосредоточил свои усилия на выпуске практически лишь одного вида изделия для военных нужд – двухосного бортового грузовика. Количество столь необходимой войскам трехосной версии ЗИС-6 не превышало и 10% от общей программы производства. С большой натяжкой к военным машинам можно также причислить лимузин ЗИС-101. Его производство началось в 1936 году на основе переработанной американской документации. Без малого трехтонный русский Бьюик обслуживал высший начальствующий состав Красной Армии от командира бригады до командарма. Но даже в мирный период этот автомобиль показал свою неприспособленность к военно-полевой жизни. Рассчитанный на заасфальтированные улицы и проспекты ЗИС-101 с трудом пробирался по грунтовкам и лесным просекам, при этом теряя свой лоск, а также хромированные декоративные украшения. Так что для инспекционных поездок в глубинку использовались более утилитарные машины. Машину называли «М-кой», но официально ее имя звучало так – «Молотовец-1». Дело в том, что Горьковскому автозаводу присвоили имя наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. «М-ка», как и предыдущие горьковские конструкции, имело американские корни. Иначе быть не могло. Советский завод заключил долгосрочный контракт на техническое сотрудничество с концерном «Форд». В то же время с полной ответственностью можно назвать «М-1» отечественной разработкой. Группе инженеров под руководством Андрея Либгарта удалось принципиально улучшить и конструкцию, и дизайн прототипа. В отличие от предыдущих моделей газа, на этот раз в серию сразу пошла доведенная до ума машина. Более того, некоторые элементы передней подвески «М-ки» американские эксперты признали как русское ноу-хау. Каждая пятая «М-1» направлялась на армейскую службу. По современным меркам, ее кузов не выглядит особо просторным. Даже без оружия и в летней форме одежды пятерым военнослужащим было, мягко говоря, тесновато. Аварийное покидание машины осложняли передние двери, раскрывающиеся против входа. Багажник вовсе отсутствовал, так что всю амуницию приходилось брать с собой в салон. Наряду с четырехдверным седаном был налажен выпуск пикапа М415. Кстати, привычное нашему уху слово «пикап» имеет английские, а скорее американские корни. Дословно «пикап» – подхватить. Действительно, компактная грузовая платформа была удобна для подхвата авиационного боекомплекта или термосов с горячим питанием. М415 не являлась специальной военной машиной. Если со знаменосцами на параде пикап выглядел весьма эффектно, то в реальной боевой обстановке требовались иные автомобили. В 30-е годы Красная Армия таковыми не располагала. Рассказ о предвоенных командирских машинах будет неполным без коммунистического интернационала молодежи, сокращенно КИМ. Так называлось семейство легковых малолитражек, подготовленное к выпуску на только что отстроенном новом московском автозаводе. Забегая вперед, скажем, что впоследствии это предприятие будет называться «Завод малолитражных автомобилей». Завод имени Ленинского комсомола. И, наконец, ОАО «Москвич». На базе седана КИМ-1050 малой партией изготовили штабные кабриолеты с упрощенными кузовами. Все машины этого типа пропадут без вести в боях под Москвой. От них не останется даже фотографий. Но нам на помощь пришло художественное кино. Весной 1941 года заканчиваются съемки лирической комедией «Сердца четырех». В ней есть короткий сюжет. Воинствующая феминистка в исполнении актрисы Валентины Серовой треплет нервы старлею-танкисту. Его играет Евгений Самойлов. Экзальтированная дама самонадеянно садится за руль штабного КИМа и по самый аккумулятор топит его в руки. Затем самостоятельно, правда, не без мужской помощи, вызволяет машину из водяного плена и восстанавливает ее работоспособность. Разрешите? Идите сюда. Вот, собственно, и все, что можно показать зрителям по теме предвоенных командирских автомобилей Красной Армии. Для справки. Подобные специализированные машины накануне Второй мировой состояли на службе войск Германии, Японии, Италии и США. Наряду с транспортными машинами Красная Армия активно оснащалась бронеавтомобилями. Хотя военные эксплуатанты отдавали предпочтение более мощным и надежным грузовикам московского завода, бронемашины строились в основном именно на базе газов. Вернее, сначала на шасси, закупаемых в Америке Фордов различных моделей. Первым из них стал легкий броневик Д-8. История его появления звучит как шоферская байка. Сигнальный образец был собран за сутки. Главный конструктор опытного конструкторского бюро Николай Доренков для ускорения процесса даже пожертвовал персональным Фордом. Кузов легковушки скинули, а на ее раме установили наскоро склепанный бронекорпус. Такая оперативность была вынужденной. Доренков пообещал высокому начальнику из Наркомата обороны, что на завтра продемонстрирует новую бронемашину. Смотрины прошли успешно и разработку приняли к производству. В 31-м году автоточанка Д-8 и ее модификация Д-12, не имевшие даже пулеметной башни, стали поступать в войска. Каждой было сделано порядка 25 штук. Гораздо обстоятельнее отнеслись к разработке семейства бронемашин среднего класса. Мы можем проследить эволюционный путь их развития. 1932-й год. БА-И, то есть бронеавтомобиль и жорсткий. База – трехосное шасси Форт Тимбер. Оружие – пушка калибра 37 мм со спаренным пулеметом плюс курсовой пулемет к шаровой установке. Башня выполнена по мотивам легкого плавающего танка Т-37. Интересная деталь. Запасные колеса, установленные по бортам автомобиля, свободно вращались. При этом они становились дополнительными опорными катками. Это позволяло бронемашине преодолевать значительные неровности пересеченной местности. 1933-й год. БА-3. Основа конструкции все та же американская трехоска. Но на бронекорпусе установлена облегченная башня от танка Т-26 с 45-мм пушкой и спаренным пулеметом. 1935-й год. БА-6. Внешние отличия от предшественницы минимальны. Например, исключены двери в кормовой части корпуса. Главное, что теперь под броней скрывается шасси отечественного грузовика ГАЗ-3А. И, наконец, в 1938-м году на вооружение принимается БА-10. Горьковская начинка, башня конической формы, усиленная броня, форсированный двигатель. Эта машина стала лучшим бронеавтомобилем Красной Армии. Бронеавтомобиль БА-10. Года выпуска 1938-1941-й. Боевая масса 5140 килограммов. Броня от 4 до 15 миллиметров. Оружие. 45-миллиметровая пушка, два пулемета ДТ калибра 7,62 миллиметра. Количество экземпляров 3311. Кроме средних бронемашин в войска поступали легкие боевые автомобили. Не слишком удачный экспромт с безбашенными Д-8 и Д-12 имел более продуманное продолжение. На шасси фаэтона ГАЗ-А в 1933 году начинается выпуск бронемашины ФА-И Форт А и Жорский. Ее экипаж составлял два, реже три человека. От нежелательных контактов с чрезмерно низкой крышей их головы предохраняли индивидуальные колпаки. Недостаточное бронирование всего 4-6 миллиметров и низкая удельная мощность сорокасильного двигателя лишало эту разработку перспективы развития. Следующим шагом стал бронеавтомобиль БА-20 на базе МКИ. Машина имела больший объем боевого отделения, достаточно хорошие динамические характеристики и улучшенную защиту. В днище появился дополнительный люк. Через него экипаж мог незаметно покинуть подбитый броневик. Этот не слишком рекламируемый элемент конструкции впоследствии спасет жизни сотен водителей, стрелков-радистов и командиров боевых машин. Корпус БА-20 изготавливался из брони толщиной до 9 миллиметров, а вот тонкие штампованные крылья использовались от гражданской МКИ. На фотографии хорошо видно, что с ними происходило в процессе эксплуатации. Легкие и средние бронемашины состояли на вооружении механизированных полков и кавалерийских дивизий. Использовались в танковых и мотострелковых соединениях для разведки и боевого охранения пехоты. Характерный момент. Все вышеперечисленные изделия строились на Выксунском заводе дробильно-размолочного оборудования. Что-что, а зашифровывать оборонные предприятия в Советском Союзе умели. Автозавод имени Сталина не мог тягаться с волжскими коллегами в номенклатуре и массовости производства бронемашин. Всего одна модель тяжелой пушечной БА-11 вышла из ворот ЗИСа. И то в количестве лишь 16 единиц. Этой колесной цитадели с 93-х сильным мотором и надежным бронированием отводилась особая миссия. Маневренная огневая поддержка наступающей пехоты и кавалерии, борьба с полевой артиллерией и мотопехотой врага. БА-11 превосходил самый массовый танк Красной Армии Т-26. При этом скорость бронемашины была вдвое большей. Рассказ о броневиках марки ЗИС можно было на этом закончить, если бы не старая кинопленка, найденная создателями сериала в Государственном киноархиве. Время 1937 год. Место испанский город Валенсия. В разгаре гражданская война между социалистами и республиканцами и мятежниками фашистского генерала Франко. На территории некоего механического завода рядами стоят шасси русских грузовиков ЗИС-5 без кузовов и кабин. В цехах идет серийное изготовление бронекорпусов, устанавливается и регулируется вооружение. Искры электросварки, смещенные присутствием кинокамеры лица рабочих. Что это за боевые машины? Кто их разработал и помог сопрячь ЗИСовскими агрегатами? Сами испанцы? Или некое секретное конструкторское бюро в Советском Союзе? Судя по кинокадрам, бронемашины строятся не абы как, а по штатной технической документации. Мы так и не смогли разгадать эту тайну. Если у зрителей имеется своя версия, мы ее с благодарностью примем и изучим. Но впереди у нас еще множество секретных, загадочных и малоизвестных фрагментов истории военных автомашин. А еще большая война, которая выставит строгую и объективную оценку отечественным автомобилям в погонах. Может быть отдельным штатским лицом Эта песня малость невдомет Мы ж не позабудем Где мы жить не будем В фронтовых изъезженных дорогах Путь дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая Помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела